Добрый день, дорогие друзья! Шалом! Мы продолжаем изучать Тору. Сегодня у нас 14-я Ниссана. Вечером, сегодня вечером, с выходом звезд наступает Песох. Но уже вот сейчас, скоро совсем через примерно час, нельзя будет уже есть хамец. Перестают есть хамец полностью, квасное. И начинается до 7 дней определенная новая реальность. Новая реальность на 7 дней начинается. И новое такое влияние, которого не было вчера, придет в мир. Это очень интересно, как действуют шаббат, праздники. То есть ты попадаешь, ну казалось бы, если посмотреть физически, то все остается таким же. Такое же солнце, такое же небо, такие же деревья. Все остается то же самое. Да, благословляющий будет благословлен. Но это другая духовная реальность. Другая духовная реальность. И те, кто... Это очень интересно, как работает. Когда ты интеллектуально понимаешь, что есть эта другая духовная реальность, и ты в нее осознанно включаешься, то происходит некое соединение таких молекул, духовных молекул, скажем так. И происходит, что-то происходит в душе, на духовном уровне, что в принципе должно обеспечить и внутри, и снаружи какое-то для человека хорошее состояние. Хорошее духовное, правильное состояние. То состояние, которое изначально было задумано. То есть есть... Когда Всевышний создавал мир, он вначале создал духовный свет. Именно самый такой духовный свет, самое, что есть в этом мире, ценное, яркое, приятное. То есть это самое ценное. Потом он этот духовный свет спрятал. Так говорит Тора. Спрятал для праведников. То есть, чтобы была возможность этот свет получить, нужно пройти определенный порядок духовных действий. И тот, кто проходит этот порядок, тот получает этот духовный свет. И мы вот сейчас как раз приближаемся к одному из ключевых моментов. Знаете, как есть сейчас много различных игр, компьютерных игр и так далее. И люди собирают разные знати какие-то. Вот ты собрал всю коллекцию. Какие-то сейчас есть NFT. Вот нужно собрать всю коллекцию. Вот ты соберешь всю коллекцию. И что? И все, и все. И тогда у тебя будет вся коллекция. Что-то будет у тебя в жизни хорошего. И вот то же самое с духовными достижениями. То есть ты собираешь вот эти вот духовные элементы. И когда они все соберутся, это как код такой. Оп, оп, оп. Тут заповедь, тут заповедь. Тут Песах, тут Шавот, тут потом Роша Шана, Йом-Типур. Когда ты собираешь все эти пазлы, в конце оп, и у тебя открывается духовный свет. Знаете, как код такой на сейфе. И ты должен на этом сейфе подобрать один, потом там пять, потом три. Потом крутишь это колесико. И когда ты правильно в каждом повороте попадаешь на правильную циферку, то тебе в конце открылся сейф, а там сокровище. Вот примерно так я понимаю, что работает Тора заповеди. Пазл, да, такой пазл, который дает тебе возможность пройти в этот духовный мир. Значит, сегодня 14-го дня, она говорит нам книга о Йом-Йом. Мы изучаем процедуру Абдикат-Хамец. То есть нужно было вчера вечером проверить со свечкой, проверить Хамец. В доме уже после уборки проверяется Хамец. И потом этот Хамец, еще и специальное такое, специальное выражение, да. То есть ты говоришь, это надо было вчера сказать, и вот сегодня еще сжигать Хамец надо, да. Сейчас после урока еще можно успеть сжечь Хамец. Значит, получается, что когда ты убрал весь Хамец, нужно сказать формулу, Биур-Хамец, да, что весь Хамец, который есть у меня в решуте, весь Хамец, который есть у меня в моем владении, я его объявляю прахом, пылью, он мне не принадлежит. То есть идет такой отказ от того, чтобы у тебя было запрещено этот Хамец во владении. Хамец это квасное, пресное. То есть эта формула, в принципе, по идее, ее достаточно. И если ты ее сказал, сказал искренне от всего сердца, и ты сумел отказаться, то есть внутри прервать все свои связи владения с этим квасным, то, в принципе, у тебя его нет. Если вы скажете вот так конкретно, осознанно, вы скажете, что весь Хамец, который у меня был во владении, что я его объявляю несуществующим, то он действительно не существует, и он вам не принадлежит. Значит, здесь еще написано, что есть такой Хамец, вот, например, у человека есть фабрика. Фабрика, он печет хлеб, и он не может уничтожить весь, все печи, и он не может уничтожить все мешки с зерном там и так далее. И, или дома у него есть ящик виски, например, он не может его не вытянуть, ничего. Есть процедура его продажи. Его продают нееврею. Нееврей может спокойно в Песах хранить Хамец, пользоваться Хамцом. То есть нет никакой проблемы, если нееврей в Песах кушает хлеб, это отлично. И, значит, это, можно сказать, богоугодное дело, кушать хлеб в Хамец. В Песах, если человек нееврей, то почему нет? Теперь, значит, но те, у кого есть большие запасы хлеба, допустим, евреи, он может написать договор и продать этот хлеб, запасы этого хлеба, фабрику, ящик виски и так далее, продать нееврею. То есть делается такая продажа, что я тебе его продаю за 100 рублей, смысл продажи. Сейчас ты мне платишь за это рубль. И если ты мне остальные деньги, ты должен мне заплатить до конца Песаха, ну вот после Песаха, да, ты должен мне заплатить оставшуюся сумму. Я не помню, вот после или... Если ты мне ее не заплатишь, тогда договор расторгается, и Хамец возвращается предыдущему владельцу. То есть смысл этого договора такой, что я его продаю на 100%, он твой, но ты мне заплатил часть. Если ты мне вторую часть не доплатишь, то тогда договор расторгается, и, значит, Хамец возвращается мне. Все, вот так продают Хамец те, которые дома хотят оставить, и написать, в каком-то месте сложить этот ящик, написать, что этот Хамец сохраняется. Теперь здесь написано очень интересное... Интересный обычай написан Ребер Ашаба. Был такой Ребер Ашаб. Он еще в... Значит, присутствовал лично после полудня. Вот сегодня как раз наступает полудень. Уже Хамец запрещен. И в это время святые люди, самые святые люди прошлых поколений, наверное, и в этом поколении есть такие святые люди, они пекли себе на вечер мацу. То есть они не... Мы сейчас мацу покупаем, она испечена раньше. Маца это вода смешивается с мукой, и до 18 минут, ну, стараются вообще буквально за несколько минут сразу запечь, чтобы процесс сквашивания не успел начаться. Но 18 минут это верхняя граница. Если мука с водой смешаны 18 минут, то уже там по-любому это стало Хамцом. Даже если оно не сквасилось по-настоящему, но считается, что это уже пошел процесс брожения, и это Хамец. Теперь святые люди, вот Рэбэ Рашам, например, и другие святые люди прошлых и этого поколения, они сегодня после полудня, после там 12 примерно часов, шли выпекать мацу. Они брали муку, которая была сохранена, они следили за этой мукой с момента, как зерно созревало, пшеница, и они лично следили, чтобы туда она никак не соприкасалась с водой. То есть они прямо прибегали, все, пшеница созрела, сняли урожай, его быстро помололи, все зерно спрятали в самое сухое место, которое только можно придумать. И все время до ПСХ там не было ни грамочки соприкосновения с влажностью. Потом делали из него муку, и вот полудень, да, сегодня, приходит, написано Рэбэ Рашап, и говорит, все, начинаем петь маца шмура. Это чтобы сразу смешали и выпекли. И он в то время, когда пекли эту мацу, он говорил в это время аллель. Аллель это специальные псалмы, подобранные псалмы из псалмов царя Давида. Аллель это прославление, да, аллилуйя, вот это же слово. И он, пока ему эту муку смешивали с водой и спекали, он в это время говорил аллель. И иногда он прерывался, даже в середине отрывка, обычно нельзя прерываться, для того, чтобы дать указания относительно замешивания теста, выпечки и так далее. То есть он, главное для него было это, чтобы все было по закону, все было по аллахе, чтобы было испекание мацы, было конкретно вот по всем, всем, всем строжайшим правилам. И вот он испекал эту мацу, маца шмура, и на вечер у него была готова маца, чтобы во время лейл седер, сегодня вечером будет лейл седер, это ночью, после выхода звезд, после того, как помолятся в вечернюю молитву, собираются все на вот эту специальную, такую ритуальную трапезу, которая называется лейл седер, «Ночной порядок», назовем это так, и там происходит специальная процедура, выпиваются 4 стакана вина, 4 стадии освобождения, и съедается маца, и рассказывается о исходе из Египта в подробностях, о Гадаш-эль-Песах, рассказ об исходе из Египта. Если это сделать правильно, то происходит соединение, время, в котором мы сейчас находимся, духовная новая реальность, новая энергия, когда Всевышний сам входит в этот мир, в своем самом творческом состоянии, творение, потом на это одевается очень жесткий седер, порядок, жесткий порядок заповеди, заповеди, потому что если энергию запустить в какое-то пространство, в котором нет жестких законов, то эта энергия, она делает хаос, а если есть жесткие законы, то она ограничена этими жесткими законами, энергия, она идет туда, куда надо. И дальше читается о Гадаш-эль-Песах, и у каждого в это время внутри происходит процесс духовного перерождения, освобождения, и происходит, что-то прорастает внутри, в душе, и если то, что прорастает внутри, в душе, оно так сильное, бывает, что человека, очень важно пригласить, если у вас есть Песах, кто-то вот евреи, которые не соблюдали, обязательно надо их, то есть, если что-то у них произойдет, то они прямо могут присоединиться ко Всевышнему. И это очень-очень важная такая сегодня ночь, которую всем советуют провести, желают провести Песах кошерный, чтобы он был кошерный, чтобы все было по... Кошерное, это разрешенно установлено в СМАх, и чтобы была радость. Откуда мы знаем, что человек, когда делает правильно, он вот этот духовный свет, он чувствует, и если ему не весело внутри, значит, он что-то делает неправильно, значит, он где-то он нарушает духовные законы, и через вот эта внутренняя темнота ему Всевышний показывает, что ты где-то не там. Поэтому и желают, чтобы был Песах кошерный. Если ты все делаешь правильно, то ты должен быть в СМАх. Если ты не в СМАх, значит, что-то ты делаешь неправильно. Это очень важное пожелание. Хорошо. Теперь «Обретение неба на земле». Вторая книга. Вторая книга нам рассказывает следующую вещь. Как обрести небо на земле? Песах – это прыжок, это духовный прыжок, это прорыв, это время специально предназначенное для прорыва, но говорит нам книга «Небо на земле», что каждое мгновение, каждое человеческое движение есть возможность связаться с бесконечностью. Оказывается, при сильном настрое снизу, то есть в Песах Бог помогает сверху, но в обычной жизни у тебя есть возможность самостоятельно прорваться на небо. И вот когда каждое мгновение, каждое человеческое движение есть возможность связаться с бесконечностью, каждый поступок может явиться полетом души, только ваша воля способна этому помешать, но стоит вам захотеть и связь немедленно установится. Значит, что мы отсюда учим, что мы вот у человека есть внутри есть его душа, это как такая мини- атомный двигатель, как вот есть в подводных лодках, есть атомный реактор. Теперь, значит, у каждого человека душа, это бесконечный источник духовной энергии, связанный напрямую с Творцом Мироздания, со Всевышним. Теперь сверху на этой душе есть интеллектуальные наслоения, как луковица. Кто-то верит в Бога, кто-то не верит, кто-то верит в душу, кто-то не верит, кто-то там у каждого у каждого человека своя система верования. Теперь, но главное, что у человека есть, главное его двигатель, да, это его рацион, его желание или другими словами его воля, да, вот это вот его я хочу или я не хочу или я выбираю, то есть его намерение, его направление, что он хочет, куда он намеревается направить свою энергию. И вот то, что нам говорит эта книга, если ты хочешь по-настоящему соединиться с Богом, ты просто поворачиваешь вот это свое намерение, говоришь, я хочу соединиться со Всевышним и я хочу действовать, как Бог сказал, и в этот момент твоя духовная энергия, она пробивает и сразу ты соединяешься, Бог сразу отвечает. Теперь, но если у тебя твоя воля, да, твоя воля, твое намерение, только оно может остановить твою же духовную силу. И оно говорит, я не верю, я не хочу, я, и ты направляешь его куда-то в другое направление, но не к Богу. Только ты можешь сам себе помешать установить связь со Всевышним. теперь, есть моменты, когда Всевышний помогает, вот Песок помогает, но опять же здесь нужно захотеть одну всего лишь вещь, всего лишь сделать вот этот вот порядок по закону, то есть прочитать эту Агаду, выпить 4 стакана, съесть Мацу, и когда ты делаешь простые вещи, ничего здесь сложного, да, прийти на Лейлседр, прийти на вот этот вот как раз, или организовать самому, скачать, распечатать, только, я помню первый Песок мой, я был тогда еще совсем не религиозный, я только приехал в Москву, и мы сидели с моим дядей, да, у меня двоюродный брат моего отца, и мы с ним сидели, читали Агаду, кушали Мацу, выпивали водку, нельзя пить водку, водка это хамец, но мы не знали, но у нас было намерение провести Песок кошерным, как надо, мы не знали, как надо, но намерение наше в тот момент соединилось с божественным, Бог приходит в этот мир, в эту ночь, да, и в Песок достаточно легкого шага навстречу, прям легкого, Маца Агада, отлично, если еще добавить четыре стакана сока виноградного или вина, еще лучше, если к этому добавить, 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 иногда, вот тут еще, знаете, какой момент есть, иногда, когда ты это делаешь уже каждый год, ты перестаешь понимать величие этого момента, уникальность этого момента и высоту этого момента, ты можешь пропустить этот момент за такой рутиной, да, типа, ты все даже делаешь, а вот этого вот уже порыв, то есть ты это делаешь не потому, что ты хочешь соединиться со Всевышним, а ты это делаешь просто по рутине, это тоже такая сложная ситуация, но если там достаточно только одного маленького, в Песок достаточно маленького хочу соединиться со Всевышним. А в остальные дни нужно большое хочу. И только воля человека, только его намерение, желание двигаться в другом направлении может остановить. Теперь дальше. Мудрая стора каждый день, значит, здесь. Сегодня мы как раз находимся в главе Ахараймот. И в этой главе Ахараймот рассказывается о том, что Всевышний очень-очень прям предостерегает. И вся эта глава, она предостерегает нас от запрещенных связей, половых связей, от запрещенных связей. Здесь перечисляются такие, все перечисляется, что только потенциально может быть. И здесь возникает удивительный вопрос. Неужели это вообще может быть? То есть зачем в Торе целую главу уделять тому, что в принципе, скорее всего, человеку никогда не захочется. И этого, в принципе, мне кажется, не может быть. Но опять же, когда мы сейчас изучаем Тору, нужно понимать, что природа человека, она с тех пор, как была дана Тора, она менялась. То есть с каждым поколением происходят какие-то небольшие изменения, иногда большие изменения. И вот это вот желание, желание к размножению, оно в то время было намного-намного сильнее. В сотни раз сильнее. То есть не в сотни, в тысячи раз сильнее. Люди просто не могли, вообще не понимали, что с этим делать. И поэтому были даны им вот эти вот все запреты. И в конце этих запретов, я сейчас не буду все их перечислять, но очень интересно, что Всевышний в конце он говорит такую вещь удивительную. Да, сейчас вот я открою. Это уже на субботник. Сегодня мы читаем пятницу, это шестой день. И сейчас вот тут есть на седьмой отрывок. Глава разделена на семь отрывков. Как в Шават вызывают семь человек к чтению Торы, и глава она на семь отрывков разделена. И вот седьмой отрывок, сейчас я скажу. Там в конце, это как раз конец главы. Конец главы. И там Всевышний нам говорит следующую вещь. Кстати, вот здесь если у кого-то есть вопросы, где Тора запрещает между мужчинами, написано так. Вет захар лотишка в мешковые шас. Мужчиной не ложись, как ложатся женщиной. Это мерзость. Гнусно это переводят на русский. Тоева это то, что отвратительно. Да, отвратительно это. То есть могут сказать, что ну да, Всевышний сказал отвратительно, но это ни о чем не говорит. Смотрите, в конце, после перечисления всех этих законов, говорится следующее. Говорится следующее. Значит, конец главы. Не оскверняйте себя всем этим, ибо всем этим оскверняли себя народы, которых я прогоняю от вас. То есть до того, как евреи пришли в землю Израиля, здесь жили кнанские народы, кнанецы, и они делали все вот эти вот извращения, половые извращения. И Бог говорит, что не делайте это, да, ибо, вот дальше он пишет, ва титме аарец, и нечистая духовно стала земля, вэ эвкот авона, и я взыскал за душу ее, и она изрыгла тех, кто на ней жил. То есть она изрыгла тех, кто на ней жил. Получается, что за эти преступления, особенно на земле Израиля, земля исторгает тех, кто на ней живет. И дальше написано, вэшмартэм атэм эт хокотай и соблюдайте вы мои постановления. Хокотай это хок это как постановление, которое мы не можем понять его смысл. То есть это Бог сказал, вот так оно работает. Это зло. И значит сказал он соблюдайте мои вот эти вот вэшмартэм эт хокотай мои постановления, вэт мишпатай и мои законы, понятные законы. Вло та сум миколь а то ватаэль не делайте никаких этих мерзостей. А израх это гражданин, вэагер и пришелец, который живет среди вас. То есть земле Израиля все эти вещи запрещены. То есть вот эти парады гордости и так далее, все это запрещено. Тьетколь а то а вот аэль асу анше арец потому что все это делали люди, которые были перед вами. Их я изгнал. То есть получается, что если вы будете делать исторник земля вас за то, что ее нечистое делаете, как исторгла она народ, который был перед вами. Ибо всякие тиколь ашер яасе миколь а то а вот аэль потому что всякие, кто будет делать из всех этих извращений, вэнихрыту анефашот аасот микэр вамам и будут искоренены души, которые это делают из среды народов их. вэшмартэм этмишмартай и соблюдайте мои вот эти вот сохраняйте мои вот эти заборы постановления и значит не делайте всего этого прям говорит несколько раз. И в конце последняя фраза этой главы она такая «вы лоти тому боэм ани ашем и локэхэм не оскверняйтесь ими я я бог всесильный ваш». Значит и говорит нам устная Тора если что значит не оскверните себя ими я господь бог ваш если оскверните себя то я не бог ваш вы сами устраняетесь не желая следовать за мной что пользуй мне вас ведь тогда вы заслуживаете истребления поэтому именно в конце сказано как печать я бог всесильный ваш теперь значит когда когда в неисраэль пришли подходили к земле израиля там был такой белям они позвали позвал царь балак это позже мы будем читать он позвал беляма это был такой маг чародей и он был на уровне пророчества и он позвал его чтобы он проклял еврестий народ тот пытался у него не получалось и он говорит я не могу проклясть тех кого бог благословляет это нереально на них проклятие не работает но говорит если вы умудрите совратить и сделаете так чтобы они занялись разратом бог от них отвернется именно вот он знал вот это видно то что бог сказал что не оскверняйтесь я бог всесильный ваш он это знал и когда в общем там дальше мы узнаем это будет глава балак мы узнаем как там были дальше разворачивались события все я желаю всем песах кашер в см чтобы мы в этот песах вырвались на свободу от всех своих эгоистических привязанностей от всех своих привычек от всех своих каких-то волнений страхов тревог и соединились со всевышним через тору через заповеди через понятную абсолютно систему взаимоотношений между человеком и богом которую бог дал и если ее соблюдать то будет просто будет рай на земле я всем желаю чтобы было небеса на земле как мы изучаем и чтобы в этот песок мы освободились от рабства всего-всего негативного что есть в нас и ощутили вот эту радость то есть это прям конкретно чтобы пришла радость все песок ашар вэсамэх шаббат шалом всем удачи успехов встречаемся с божьей помощью в воскресенье счастливо с божьей помощью